Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня будет вообще такое незапланированное видео. Я не думала снимать видео на эту тему, но я недавно столкнулась с некими вопросами по этой теме. И поэтому решила записать все-таки видео, рассказать вам про свой опыт и поделиться с вами чем-то, надеюсь, очень полезным. Итак, кому интересна данная тема, которую вы уже поняли по названию. Это тема выбора подгузников, выбора этноразовых трусиков. То прошу оставаться со мной. Желаю приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с предыстории с маленькой. С своего старшего сына я родила 7 лет назад. И на тот момент выбор подгузников на нашем рынке был не такой великий. Точно помню, что были три большие компании. Это Pampers, Huggies и Libero. Это три фирмы, которые, по-моему, были и тогда, и сейчас присутствуют на наших полках магазина. И тогда я свой выбор остановила на Pampers. Мне они во всем устраивали, мне они нравились, они не сковывали движение ребенка, они хорошо впитывали, они хорошо имели застежки. В общем, мне нравилось в них абсолютно все. И от рождения до двух лет, или до скольки выносили эти подгузники, я пользовалась только исключительно подгузниками Pampers. А сейчас же мой опыт уже со вторым ребенком, родила я его 7 месяцев назад, немножко меня заставил отойти от предыдущего моего опыта. Теперь расскажу, почему. Так как еще заранее, до того, как я попала в роддом, я покупала подгузники, чтобы потом можно было передать мне их для ребенка. И мы ходили по магазинам, и сейчас, конечно, представлен просто огромнейший выбор подгузников. И японские, и корейские, и... Ну, в общем, много-много-много. Многие заказывают через интернет-сайты. Я все-таки привыкла, такие вещи покупаете на обычных полках магазина, да, в магазинах, и чтобы это все видеть, и, ну, как бы, посмотреть воочию. Значит, мы купили три пачки памперсов, подгузников. Я, честно скажу, иногда путаю подгузники и памперсы. Мне надо одно и то же, кажется. Но памперсы – это фирма, а подгузники – это само название, да, их. Итак, значит, мы тогда взяли перед моими еще родами, взяли, купили три пачки подгузников. Взяли от Хагес, взяли от Памперс и взяли от Мэрис. Многие говорили о том, что фирма Мэрис, подгузники, да, эти фирмы японской, очень хорошие. Я попробовала эту пачку, мы их израсходовали, и вот, ну, честно скажу, меня как-то они ничем не зацепили. Обычные подгузники, ничем не отличающиеся от других каких-то, смысл переплачивать. Поэтому я как-то вот попробовала, мы пачку израсходовали, и все, я больше к ним не возвращалась. Когда я стала пользоваться Памперс, мне, кстати, целую пачку большую, да, упаковку подарили в роддоме. Это были самые маленькие, по-моему, размеры. И я ее в роддоме не открывала. Открывать стала только после того, как использовала свои, которые в роддоме еще начала пользоваться, и дома, которые были открыты. И когда я начала пользоваться вот подаренные подгузниками Памперс, где-то полпачки, наверное, мы израсходовали, и половину пачки мне пришлось отдать. Благо, кому было отдать, потому что они стали нам маловато. Ребенок все-таки поправился, ребенок начал набирать вес, и они стали маловато. Там был самый, по-моему, маленький размер, который идет, и уже было тесно. Поэтому я, ну, как бы, да, чтобы не травмировать ребенка, как-то не сдавливать ему ничего, я просто оставила эту половину пачки и отдала. Что же я столкнулась с какими, ну, так не скажем, что проблемами, но неприятностями? То же самое в подгузниках Памперс мне абсолютно все устраивало и сейчас. Кроме одного «но» в них то ли они поменяли сам процесс, да, изготовление, то ли что-то добавили, какие-то технологии ввели, я не знаю. По крайней мере, я точно могу сказать, что с первым ребенком этого не было, либо я этого не замечала, либо меня это раньше не напрягало, либо у меня изменились со временем какие-то мои невкусовые, да, на запах я стала по-другому реагировать. Не знаю, с чем это связано, либо действительно это появилось сейчас в подгузниках Памперс. Но как только намокают подгузники Памперс, у них появляется какой-то неприятный запах отдушки, и меня это дико напрягает. Я не могу, когда у меня ребенок со мной находится рядом, и слышать этот запах. И вот только один запах вот этой вот отдушки, смешанной, да, вот с мочой ребенка, мне лично как-то отверг меня вот от этой фирмы, поэтому я перестала покупать подгузники Памперс, и мы перешли на подгузники Хаггис. Также сразу скажу, что каждый выбирает подгузники по своему кошельку. И, естественно, я тут никому не могу давать советы, какие покупать лучше, какие хуже. Здесь так же, как и во всех остальных, работает принцип «дорого не значит качественно». Например, Хаггис, который мы покупали и пользуемся вот по сей день, тут осталась у меня одна штучка, и больше мы их покупать не будем, я имею в виду подгузники. Мы перешли уже на трусики, но об этом я расскажу чуть позже. Вот это такая пачка, у меня пятерка, раньше мы пользовалась тройка, потом четверка, теперь пятерка у нас. Вот такая пачка, сейчас скажу, сколько, 11 штук, в пятерочке стоит 189 рублей. Девочки, это самая дешевая цена, которая здесь у нас есть в Москве. В остальных магазинах, детских, детский мир, дети, корабли, двойняшки или так далее, или даже в обычных сетевых магазинах, перекресток, там, символики, нет, они стоят 200-250 рублей. То есть пятерочки, их цена 189 рублей, мне кажется, это самые дешевые подгузники, которые можно найти. Они меня во всем устраивают, и мне они очень-очень нравятся. Во-первых, они интересно сделаны, здесь всякие львята-тигрята, у них сзади удобная резинка, которая прекрасно растягивается, у них хорошие застежки, которые ни разу меня не подвели, которые никогда не, вот за то время, когда ребенок носит этот подгузник, они ни разу не отклеились. У них мягкая вот эта вот резиночка, которая приходится на ножки, да, ребенку. И у них хорошие, если вы правильно подберете весовую категорию по памперсам, у них вот эта часть очень хорошо заходит на животик, то есть, да, и ничего у вас не протечет. То есть, вот подгузниками Хагис, вот эти вот с красной линией, да, с красной полоской, мы, не знаю, наверное, от двух месяцев и так далее, вот до сих пор вот мы пользуемся только ими. Один раз в пятерочке также проходила какая-то глобальная акция, я не знаю, один раз на нее попала. Но жалко, что вот я больше таких акций не встречала. Была большая упаковка полноразмерная, я сейчас не могу точно с уверенностью сказать, сколько там было штук, но большая упаковка где-то стоила 400 рублей. Я, конечно, сразу захватила две, потому что, ну, за 11 штук отдаем 200 рублей, да, а там полная упаковка за 400, то есть это было очень выгодно. Вообще, как бы, с появлением ребенка расход, наш бюджет, конечно, сильно, ну, так скажем, не то, что страдает, но ощутимо уходят деньги, потому что, например, вот такую упаковку подгузников я где-то покупаю раз в неделю, раз в две недели, в зависимости от того, как вы пользуетесь. Сейчас у меня ребенку уже 8 месяцев практически, и у меня ребенок находится в подгузниках только на ночной сон, обязательно на прогулку, и иногда бывает на дневной, только за счет того, что он начинает уже просыпаться, если вдруг мокрый, да, под ним он начинает просыпаться, перебивается сон, и потом бывает его тяжело укачать снова на продолжение сона, сна, поэтому на дневной сон я пока тоже делаю. В остальное время я стараюсь ребенка в памперсе не держать, у меня все-таки еще плюс мальчик, и мы активно сейчас даже уже не приучаемся, мы уже приучились ходить на горшок, и, кстати, девочки, скажите мне, пожалуйста, интересно ли вам будет такая тема, как ребенка приучить на горшок, именно мой опыт, потому что мы уже ходим на горшок по-маленькому, он уже писает у меня, вот, поэтому, если кому-то интересна данная тема, я могу поделиться своим опытом, как к этому прийти, как приучить ребенка горшку, но это надо будет снимать отдельно. Так вот, да, и вот с таким нашим расходом, то где-то раз в неделю, да, вот такая упаковка у нас уходит. Естественно, когда ребенок чуть поменьше, то там постоянно ребенок находится в памперсах, и он практически не остается без них, хотя даже когда был у меня маленький, да, он еще грудничок, там и двух месяцев еще не было, и в два месяца, я все равно старалась делать ему воздушную ванну как можно чаще, и даже если он описывает у вас кроватку, одеяло или так далее, это ничего страшного. Это, поверьте, будет больше здоровья для вашего ребенка, нежели вы все время будете держать в подгузнике. Итак, по поводу подгузников, значит, я, по-моему, все уже, да, обговорила. Наш выбор, значит, упал в этот раз на Хагис, и я очень ими довольна. Ценовая категория очень приличная, и по бюджету, так скажем, сильно не бьет по сравнению, опять-таки, с памперс. Памперс стоит упаковка где-то в районе, ну, 400 рублей сейчас. По поводу выбора, как же правильно подобрать подгузники по весу. На каждой упаковке написана весовая категория. То есть у нас здесь идет двойка, начинается от двоечки 3-6 кг, троечка 4-9 кг, четверка 7-18 кг и пятерка 11-25 кг. Мой ребенок на данный момент весит 7-9 кг, в общем, 8 кг. И я ему беру пятерку, а она идет с 11 кг. И если вы возьмете, допустим, четверку, ваш ребенок 8 кг, и вы возьмете четверку, то я знаю по себе уже, да, моему ребенку эти подгузники будут маловаты. Они будут натирать ему между ножек эта резинка, будет туговато. И мы ребенка одеваем как лежа, да, состегиваем памперс. Естественно, когда ребенок покушает, либо когда он двигается, резиночки немножко растягиваются. Вот эти вот бока, которые идут внахлест, скрываются, они немножко могут уходить, поэтому памперс может протечь. И сдавливать тоже в каких-то местах, это тоже не дает большой комфорта никакому ребенку. И, в общем, ничего хорошего из этого нет. Поэтому у меня ребенок весит 8 кг, я беру с 11 до 25. Когда он весил мне где-то 6-7, я брала четверку ему. Когда, ну, опять-таки, да, дальше все, ниже, 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 наверное, если брать, да, там, тройку, я брала, когда мой ребенок где-то весил килограмм 5, то есть с 4 до 9. То есть лучше брать приблизительно ваш вес с того, с которой отметка начинается. То есть тогда вы будете точно уверены, что даже если у вас подгузники еще остались, а ваш ребенок за неделю, допустим, прибавил, то ему будет комфортно в этих подгузниках, и ему они не будут нигде сжимать ничего, и даже если он поправится, вам не придется куда-то их надевать или выбрасывать, да, так, ну, то есть это удобнее. Поверьте, хлобыстать или как-то висеть подгузники на вашем ребенке не будут. Но, опять-таки, тут уже вы должны посмотреть по своему ребеночку. Есть детки длинные, но худенькие совсем, есть детки толстенькие, есть детки упитанные, да, пухленькие. Мой ребенок, как бы я считаю, просто не толстый, но упитанный, крепенький такой мальчик. Так, поэтому я знаю, что если он покушает, естественно, у него появляется животик, у нас пухленькие ляшечки, поэтому мне нужно, чтобы вот эти вот резиночки, которые проходят по ножкам ему, не сдавливали и не давили. Поэтому мой выбор, в общем, чем свободнее, тем лучше. Все. Итак, где-то с шести месяцев мой ребенок научился активно ползать на животе, научился переворачиваться сбоку на бок живот, на спину и так далее. Поэтому у нас стала другая проблема. Мы перестали нормально одевать памперс. Если раньше никаких проблем не было, я положила ребенка на спину, застегнула ему подгузник и все, и он дальше сидит, играется, занимается своими делами. То есть теперь вот именно с шести где-то месяцев у нас началась проблема с одеванием подгузников. Как только я его клала на спину, он начинал переворачиваться на бок, он начинал уползать. И бывало так, что либо мне приходилось удерживать его уже силой, да, и надевать этот подгузник одной рукой, либо если у меня кто-то был дома, я просила, и его отвлекали в это время, что-то там перед ним мелькали, что-то делали, завлекали, лишь бы он лежал спокойно, тогда я смогла одеть этот подгузник. Но в большинстве случаев я все-таки нахожусь одна с ним дома, поэтому иногда было даже так, что ребенок просто ползал, куда-то лежит где-то, допустим, на животе или уже уполз куда-то от меня, и я со спины начинала одевать этот подгузник, потом это все сажала его к себе, перец начинала застегивать, это было дико-дико неудобно, психовала я, нервничала ребенок. В общем, это жуть и кошмар для двоих. Поэтому мы просто перешли на трусики, и тут у нас опять стал вопрос, какие же трусики покупать, потому что трусики также представлены в каждой ферме, как и подгузники сами. Первое, что я купила, это были подгузники, точнее трусики Хагис одноразовые, они идут вот для мальчиков и для девочек. И вот честно скажу сразу, что мне в плане выбора трусиков было уже тяжело. У меня, к сожалению, не сохранилась упаковка от этих трусиков, я ее выкинула уже. Поэтому вот я сейчас даже не могу сказать, именно на сколько килограмм я их брала. Там они разделяются именно у Хагис для девочек, для мальчиков. И вот тоже по весу я смотрела приблизительно, да, какой взять. Но, в общем, я, так скажем, прогадала. Я взяла маленькие, и они нам немножко узкие. Они и коротковатые ему, и узкие. То есть у меня вот есть пачка, опять-таки, последние трусики, да, и я вот больше их не буду брать. Сейчас скажу, почему. Какие минусы лично для меня не подходят, и почему они мне не понравились. Во-первых, когда вы берете трусики, сразу чувствуется, что здесь очень-очень много наполнителей. То есть они довольно-таки толстенькие. И если учесть тот факт, что если ребенок еще будет туда писать, а, как правило, писает он не один раз, да, и выменяется там несколько раз, то, естественно, он раздуется, и ему будет очень тяжело и очень неудобно в этих трусиках. Они сковывать будут движения, потому что здесь вот, опять-таки, вот я сейчас держу, и я чувствую, что здесь очень-очень много внутренних вот этого вот подклада. Вот эти липучки, которые находятся здесь сбоку, да, это удобно в плане того, чтобы снимать. Когда снимаешь эти трусики, тут можно снять вообще одной рукой, потому что во многих других подгузниках, которые я вам дальше покажу, там есть просто шов, там нету таких липучек, и там шов надо разрывать. Это очень неудобно, это занимает больше времени, и нужно иметь две руки свободные. Тут все одной рукой можно просто, и все, и снял, это будет удобно. Также удобно, что эти липучки можно, когда вы трусики снимаете, да, выкидываете, закручиваете, и этими же липучками вы закрываете его. Так, в плюсах, значит, здесь только липучка, в минусах это вот эта толстая внутренняя, в общем, прокладка, которая держит, да, все это удерживает воду. Сам рисунок, ну, вроде как оригинально так, под джинсы сделано. Не знаю, как у девочек, что именно, но вот у нас для мальчиков вот так. Так, резиночка здесь тоже довольно-таки свободная, ничего ему не тянет, единственное, я прогадала с размером, но если взять размер нужный, то, я думаю, будет вполне неплохо. Вот из минусов то, что вот эта вот часть толстая, и когда ребенок ходит в туалет, то, естественно, ему неудобно, некомфортно сидеть, ползать и так далее, потому что это все мешает. Вот, это по поводу хаги, значит, я попробовала их, и дальше я решила взять еще несколько вариантов на выбор себе. Я взяла трусики памперс. Вот про трусики памперс я могу рассказать абсолютно совсем другое свое мнение, нежели от подгузников. Повторю, что подгузники мне абсолютно сейчас не нравятся тем, что у них есть отдушка, и когда намокают, то начинает неприятный запах появляться. Трусики, наоборот же, очень-очень меня порадовали. Я взяла четверку здесь от 9 до 14 килограмм. Опять-таки, вы видите, что трусики я взяла уже на килограмм больше, чем мы весим. Но, опять-таки, ребенок ползает, ребенок двигается, он активный, он может много писать, и поэтому тут тоже надо это учитывать. Они очень-очень тонкие. Вот сразу, вот даже на вид, мне кажется, тут можно определить, что подгузники памперс намного тоньше, чем подгузники. Трусики памперс намного тоньше, чем трусики хаггис. У них вот здесь вот очень-очень мягкая резиночка. Она очень прям хорошо тянется, она очень нежная, нигде нет никаких внутри шовчиков. Шов имеется только вот здесь вот снаружи, и как раз-таки его вот по шву вырвете. Опять-таки, запаха никакого нету. Нету запаха, когда намокают трусики, поэтому вот в плане трусиков могу советовать. Но сразу хочу сказать, что по сравнению с подгузниками, которые стоят 11 штук 200 рублей, трусики памперс 16 штук стоят в районе 400 рублей. Ну, то есть, как бы уже так сразу на два раза дороже стало. Вот, здесь также резиночка очень мягкая, все отлично, нигде ничего не протекает. Отлично впитывают, ребенку не сковывают движения, он в них ползает, садится, ходит вообще идеально. Они ему, я вижу, что не мешают. Вот, единственное, только мне не очень удобно тем, что здесь одной рукой шов я не разорву, но уж когда приходится, то мне приходится как-то держать, зажимать и вот это все разрывать. Вот, и еще один большой минус, который я заметила в трусиках памперс-производителей. Если вы, пожалуйста, увидите вдруг это видео, обратите на это внимание. На каждых памперсах мы, на каждых подгузниках, извиняюсь, мы привыкли, по крайней мере, я привыкла. Когда мы подгузник снимаем, как правило, я его начинаю скручивать таким вот образом, да, и вот эти вот липучками я его закрываю тем самым, уперегаю и, не знаю, окружающих или там что, чтобы ничего отсюда не выпало, ничего отсюда не вылезло, в конце концов, чтобы меньше запаха источал этот подгузник, все-таки не в развернутом виде его выкидывать. Вот таким образом я всегда выкидываю подгузники. И, к моему большому-большому сожалению, я не увидела в этих трусиках ни одной липучки. Это большой-большой минус. Когда вы снимаете трусики, особенно если ваш ребенок сходил по-большому, и вы закрутили эти трусики, то даже если вы будете скручивать, это все потом может вот так вот все, в общем, развернуться, запах выходит. В общем, мне это очень сильно не понравилось. Вот если здесь была бы какая-то липучка, это был бы большой плюс. И вообще не было бы равным этим трусикам. И еще покажу. Я купила также Либера трусики. Вот такие. Вот они с тигрятками. У меня здесь пятерочка. И, опять-таки, здесь 10-14 килограмм, 16 штук. Что касаемо трусиков от Либера. Они идут вот с такими приятными мордашками животных. Все разные. И жирафы, и слоны, и обезьяны. В общем, тут, так скажем, такой зоопарк некий. Сзади имеется вот такая пометка, что это именно зад, а не перед. И, ну, как бы по переду, по морочке, да, можно понять, что это перед. Также они довольно-таки тоненькие. У них также эластичная резиночка по верху, по животику. Также хорошо резиночка здесь вот ничего не сковывает в ножках. И, опять-таки, здесь по бокам шов, который тоже надо разрывать. Но здесь есть один большой плюс. Сзади имеется вот такая вот полоска, клеющая, которая очень удобна, когда вы как раз вот сворачиваете эти трусики и выкидываете. То есть их свернули, отлепили липучку и натянули. Все, ваши трусики закрыты. И никто, ничего из них не вылетит, никто, в общем, никуда не вляпается и так далее. В общем, вот это большой плюс. Вот как раз подобных застежек мне и не хватает на трусиках от Pampers. Вот. По ценовой категории Libero практически то же самое. 16 штук стоят где-то в пределах 400-500 рублей. То есть, ну, это в зависимости от того, где вы покупаете. Вот. Это был мой опыт. Что могу сказать, да, подытожив. Подгузники, если выбирать, то, значит, максимальный вес, самая первая цифра в подгузниках должна быть. Это лучше и комфортнее будет ребенку. Во-вторых, по ценовой категории смотрите на свой кошелек, на свое усмотрение. Еще раз повторюсь, дорого не значит качественно. Я и Мэри спробовала, но не увидела ничего в них сверхъестественного. Поэтому я не вижу смысла переплачивать. В Pampers мне не понравился запах. Поэтому мы выбирали фирму Huggies. И я очень довольна ею. Сейчас мы пользуемся трусиками. И трусики, могу сказать, что я, наверное, остановлюсь либо на Libero, либо на Pampers. То есть, либо мы буду чередовать их. Как-то Huggies мне не очень понравилось. За счет того, что они имеют большой внутри вот эту подкладку. И липучки все-таки, если ребенок будет очень-очень активно двигаться, то могут отклеиться. Вот. Такой вот был мой рассказ, мой опыт. Я надеюсь, что это видео многим из вас помогло в выборе, либо было полезным. И если у вас, девочки, есть какие-то советы по поводу выбора, советы по поводу производителя, внизу напишите, чем вы пользуетесь, что вам больше нравится, какая фирма подгузников, какая фирма трусиков. Все-таки потому что подгузники, ну, я думаю, что мы, наверное, к ним уже не вернемся. Мне очень-очень тяжело нам с ними теперь дается одевать. Поэтому трусики очень удобно в этом плане. Взял, одел, ребенок вообще не отвлекается, спокойненько сидит. Быстренько это все можно сделать, надел и отпустить ребенка. Все. И, как говорится, и вам меньше нервов потратить, и ребенок останется спокойным и не будет нервничать. Так что я буду ждать от вас ваших комментариев. Поделитесь со мной вашим опытом, что вам нравится, что вам не нравится в подгузниках и в трусиках. Какие можете посоветовать фирму, вы, может быть, что-то новое попробует для себя. И я благодарю вас всех за просмотр, за то, что вы все это время совали со мной. Надеюсь, что это видео было полезным и информативным для вас. Ну, а я надолго не прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео уже очень скоро. Всех целую, люблю. Пока-пока.